Меня зовут Ульяна Куликова, я являюсь на сегодняшний день руководителем всех проектов под таким зонтичным брендом Profi. Это основная наша деятельность, это образование, образование в сфере софт-скиллов, мы о них как раз тоже сегодня чуть-чуть поговорим. Я являюсь руководителем бизнес-школы Profi Space. Дам в конце тоже координаты нашей школы, будем рады видеть вас на наших тренингах и семинарах. Но это не все, чем я занимаюсь. У меня есть еще маркетинговое агентство полного цикла. Мы работаем с большим количеством клиентов за рубежом, в Украине, на Middle East, в Европе. У нас очень такая широкая сетка клиентов на сегодняшний день. Также у меня есть проект, посвященный бьюти-индустрии, называется Profi Fashion. И есть свое информационное агентство, своя медиа-платформа, которая называется у нас Profi Space Media. Кроме всего прочего, я являюсь спикером различных конференций, я пишу в различные бизнес-журналы. В общем, у меня такой достаточно обширный социальный опыт. Кроме всего прочего, у меня есть опыт иммиграционной жизни, что тоже, в общем-то, всегда интересно. Я жила и училась в Германии. В настоящий момент я делю свою жизнь, свою деятельность между двумя странами. Это Украина и Эмираты. Вот в такой вот интересной, в таком интересном пространстве я пребываю, с такими интересными проектами работаю. И, собственно говоря, сегодня осталось немножко сконсолидировать свой опыт именно в рамках карьеры и продвижения для того, чтобы рассказать его вам. Безусловно, до того, как я работала в своих проектах, я считаю, это очень правильным и грамотным опытом, я работала как сотрудник, как менеджер, как руководитель корпорации. То есть у меня был сначала корпоративный путь движения, и только после этого я уже ушла в свои проекты. Я не претендую на то, что этот опыт единственно правильный, но он был действительно очень полезен, да, потому что в корпоративной деятельности мне удалось научиться системности, научиться дисциплины, научиться построению процессов, да, что очень важно зато было уже в моей личной деятельности, в деятельности проекта, когда у меня уже были свои команды, свои ребята и так далее. Вот, и все мои координаты у вас есть на экране, вы получите записи, вы получите презентацию, поэтому буду очень рада новым друзьям, новым знакомствам, и вы всегда можете написать мне любой вопрос по теме нашего сегодняшнего занятия, по любой другой теме. Если вы укажете, что вы студент, были на конференции, ступоинт, и что-то слышали в записи или не в записи, как бы, да, из моих лекций, я с удовольствием на все вопросы ваши отвечу. Вообще очень люблю студентов, очень люблю любые коммуникации, у меня очень широкий нетворк, поэтому наверняка с многими вопросами я смогла бы помочь. Кроме всего прочего, мы всегда делаем набор студентов, наш проект, у нас открыто очень много вакансий. В настоящий момент мы открыли очень много вакансий в проект профимаркетинг, поэтому, может быть, вам тоже эта тема будет интересна, и я тоже с удовольствием по этой теме с вами пообщаюсь. Окей, ну, а мы переходим с вами к главному вопросу, да, который подняли передо мной организаторы конференции, ну, а я, соответственно, как бы подумав, постараюсь рассказать свое видение этих вопросов для вас. Итак, как же строить карьеру, да, если вы студент, вы студент-выпускник, неважно, на каком вы курсе, все равно рано или поздно вы с этим столкнетесь. И, наверное, честно говоря, лучше, чтобы вы с этим вопросом столкнулись раньше. Так вот, в моем понимании, ну, в моем опыте, да, то, как я это вижу, опыт у меня связан не только с построением личной карьеры, да, моим, но также у меня есть большой опыт работы, во-первых, с командами, во-вторых, консультирования и кучинга, да, ко мне очень много прощаются с личными консультациями, и я вижу потом впоследствии, как разворачивается, да, путь у моих учеников, у моих слушателей, у ребят из моей команды и так далее. Так вот, если очень упростить ситуацию, да, когда вы задаетесь вопросом, как же мне быть, да, вот как у меня там на втором курсе, на четвертом, на пятом курсе, неважно, я хочу уже начать делать свою карьеру, да, вот что, я как открытый лист, я как открытая книга, и мне нужно понять, куда мне двигаться. Я считаю, что есть два таких глобальных аспекта, которые вам для себя нужно разделить, которых вам для себя нужно понять, и вопросы, на которые вам нужно ответить, да, а как-то. Есть люди, которые лучше концентрируются на себе и на своих желаниях, да, они лучше понимают себя, у них есть уже какие-то определенные интересы, у них есть уже какое-то определенное видение, куда бы они хотели двигаться. Тогда мы идем по позиции, что я хочу, что мне интересно, что я могу, да, привнести, как бы, в социум. И есть, как бы, ну, есть и другой путь, он тоже достаточно интересный, он идет от обратного. Когда человеку сложно определиться, что он хочет, сложно определиться, кто он есть, может быть, даже в какой-то степени сложно определить и понять, что ему интересно, есть совсем другая методика, да, есть совсем другая методология ответов на эти вопросы. Тогда мы спрашиваем не что я хочу, не что я умею. Тогда мы задаем совсем обратный вопрос. Мы спрашиваем, а что сейчас необходимо, да, вот какие сейчас социумы имеют требования, вакансии, что сейчас для нашего общества не нужно, да, то есть какие есть свободные ниши, или, может быть, занятые ниши, но имеющие какой-то свой потенциал, да. Может быть, занятые ниши и несвободные, но в которых есть еще вопросы, на которые никто не ответил, или где есть недостающие ресурсы, да, в частности, человеческие. Вот, и это тоже, как бы, грамотный, правильный путь, и нельзя сказать, что какой-то превалирует, что путь от себя более правильный, а путь от, там, трендов и тенденций, как бы, менее грамотный. Это не так. На самом деле, как бы, два этих пути, они абсолютно, в моем понимании, равнозначны и равносильны, да. То есть мы можем идти от своих желаний, я точно знаю, что я хочу, я хочу это реализовать в мире. Или можем идти, я не знаю, что я еще хочу, но я вижу, что где-то есть какие-то недостающие пазлы, да, которые, как бы, я с удовольствием закрою своими навыками, умениями и так далее. Вот. Поэтому первый вопрос, который бы я задала, будучи студенткой, наверное, себе, ну, и который я наверняка себе задавала, это вопрос, как бы, я понимаю, что я хочу, или я, как бы, начинаю, ну, то есть мне приятнее, легче, комфортнее концентрироваться на своих желаниях, на своих умениях, или мне интереснее, комфортнее, приятнее концентрироваться на каких-то внешних потребностях общества, да. Еще раз повторяю, что два этих пути я считаю равноценными, равносильными, правильными играм. Ну, а теперь эти два вопроса мы с вами просто постараемся, скажем так, разбить на составные части и более детализировать, да. Итак, вопрос, что я хочу, он вообще для многих людей является очень сложным, наверняка для студентов, тем более, да, он, наверное, для студентов может быть сложнее, чем для людей, скажем так, имеющих уже какой-то социальный капитал и социальный опыт за плечами. По сути, как бы, есть такое выражение, психология, оно звучит как истинные желания, да, нужно докопаться до истинных желаний, которые есть в нашей жизни. Сразу оговорюсь, опять-таки, уже исходя из опыта своей консультативной, тренинговой, коучинговой деятельности, когда я спрашиваю людей, а что же вы хотите, да, на консультациях в профориентации, я очень часто получаю достаточно банальный ответ, а-ля я там почувствую, на меня там сверху падали тонны денег, я для этого ничего не делал, лежал там где-нибудь на буроборо, попивал коктейльчик под пальмой и как бы смотрел на красивый закат. Нет, когда мы говорим, когда мы задаём себе вопрос, что я хочу, мы имеем в виду только конструктивную деятельность, да, только конструктивную активность, то, что вы там, все хотят, да, лежать как бы с коктейльчиком на пляже, или все хотят путешествовать, или все хотят, я не знаю, там, красиво фотографировать закаты, как бы мы сразу эти желания отставляем, потому что мы сегодня с вами всё же говорим о карьере, мы сегодня с вами всё же говорим о конструктиве, да, какой-то активной деятельности, активной социальной позиции и так далее. Вот, поэтому я вам предлагаю этот вопрос ничего не делания большого количества денег в власти и всего остального сразу оставить, как бы за пределами, да, сознания, а в сознании ответить на подвопросы, которые тоже достаточно интересны. Ну, некоторые из них вы наверняка слышали, некоторые из них ходят в классику, да, как бы профориентационных вопросов, и напоминаю, что мы концентрируемся на позиции «я», то есть что мне хочется, да, тогда мы спрашиваем, а чем бы я занимался, даже если бы мне не платили. Вот вы можете прям взять себе, так сказать, лист бумаги, расчерчить его там, не знаю, на несколько колонн, чеки, отвечать на эти вопросы. Даже если вы когда-то уже это слышали, все равно просто сделать это как интересную технику. Келья хотел быть в детстве, потому что, ну, как бы не банально это звучало, тем не менее, как бы в каких-то детских желаниях тоже зарыта какая-то энергия, ее иногда есть смысл оттуда достать. Более, скажем так, современные вопросы, когда мне говорят, ну, вот я вообще не знаю, что я хочу делать, вообще не знаю свежих своих интересов, но я хочу пойти от позиции «я» все-таки. Говорю, окей, давайте посмотрим вообще на вашу жизнь. На кого вы подписаны в социальных сетях, на какие группы, на каких людей. Какие вы смотрите сериалы, на какие тематики, о чем вы читаете книги. На каких людей вы хотите быть похожими. Да, ну, это как бы, в частности, на кого вы подписаны в соцсетях, но если мы говорим не про группы, а про бренды. Потому что, как бы, у нас есть какие-то ролевые модели, да, ролевые модели, к которым мы стремимся. И у этих ролевых моделей есть тоже какие-то профессии, есть тоже какая-то карьера. И, может быть, мы как раз и ответы на вопрос, что я хочу, найдем в плоскости, как бы, других людей, да, и других профессий. То есть людей, на которых мы хотим быть похожими в рамках их профессии. Вы студенты каких-то факультетов, у вас есть какая-то специализация, но если бы мы пофантазировали, у вас была заново возможность учиться, у вас не было бы ограничения по каким-то денежным, финансовым вопросам и так далее. Куда бы вы пошли, да, на кого бы вы пошли учиться. Очень круто, если это совпадает с вашей текущей деятельностью, но мы все знаем, что такое бывает нечасто, да. К сожалению, к счастью, неважно. Мы сейчас никак это не комментируем. Может быть, есть дела, которыми вы когда-то занимались очень вдохновенно, потом их бросили. По каким-то причинам, скорее всего, это были либо какие-то конфликтные ситуации, либо что-то еще как бы, ну, случилось, да, нехороший, скажем так, тот период в вашей жизни. Но опять-таки вот в этих брошенных делах, в этих брошенных профессиях, в этих брошенных начинаниях тоже есть закопана масса нашей энергии, туда тоже стоит с интересом посмотреть. Есть такой очень крутой вопрос, за что бы мне хотелось, чтобы было написано на моей визитке. Ну, под визиткой мы как бы, да, понятно, что мы уже не динозавры, визитки мы уже себя не печатаем, вот. Вот, ну, это может быть там ваш лендинг-пейдж, да, как бы, чтобы выходить, чтобы она была написана, не знаю, в вашей шапке Инстаграма, как бы, в вашей шапке ТикТока, неважно где. То есть как бы вы хотели, да, чтобы вы были представлены обществом. И такой очень модный сейчас вопрос, если бы вы писали книгу, о чем бы она была, да. Все эти вопросы помогут вам, они в основе такого медитативного, скажем так, какой-то степени характера, и они помогут вам приблизить вас к себе, да, как бы это тоже странно не звучало. Вот, то есть оно погрузит вас в рефлексии собственных переживаний и даст ответ, собственно говоря, вот на этот вопрос, да. Если мы как бы идем вот этим вот путем позиции «я», оно как раз на этот вопрос и ответит, ну или приблизит нас, да, к этому ответу, а что же я хочу и какие мои истинные желания, и чем бы я хотел заниматься в этой жизни. Потому что, естественно, профессия или карьера, как бы, да, то есть профессия, реализованная как бы в карьерном росте, это очень важно для человека, для человека вообще важна любая активность социальная. Еще раз повторяюсь, лежать на пляже с коктейлем очень прекрасно, но это мы сделаем когда-нибудь позже, да, когда мы принесем какую-то пользу обществу, когда мы реализуем себя как социальные сущности и так далее. Вот, поэтому попробуйте, да, вот такую вот несложную технику, потренируйтесь, я думаю, что она будет, в принципе, достаточно вам полезна в любом случае. После того, как мы ответили на вопрос, что «я хочу», да, мы все идем по этой позиции «я», очень важный вопрос еще есть такое, что «я могу», вот, потому что хотелки, они должны совпадать с нашими возможностями, да, или нам нужно понимать, что нам чего-то не хватает и есть какие-то гэпы, которые нам нужно, значит, нужно будет заполнять в процессе, да, в течение жизни. Вот, поэтому, как бы, во второй колонке я вам предлагаю также выписать все, чем вы обладаете, все ресурсы, да, которыми вы обладаете на сегодняшний день. А как-то? У вас есть образование, ну, или вы, как бы, начинаете плачать образование, неважно, это, как бы, знания, да, подтвержденные дипломами, сертификатами, чем угодно. Вот, эти знания ваши, даже если они не имеют пока никакого практического опыта, все равно это хорошо, поверьте, я закончила, как бы, несколько университетов, несколько образовательных заведений в своей жизни в Украине, за границей, и, да, мы, может быть, никогда не используем, там, сложную геометрию, как бы, в своей жизни или какие-то знания по биохимии, но иногда мы даже не подозреваем, как полученные знания, да, потом, как бы, нас догоняют и, так сказать, идут нам на пользу, как бы, да, и помогают нам, в общем-то, определиться с той же карьерой. Поэтому есть какие-то обязательные, базисные, фундаментальные знания, которые вы получаете в университете, это круто, но, пожалуйста, никогда их не нивелируйте, вы не знаете, в какой момент в вашей жизни вам понадобятся те или иные, как бы, аспекты, те или иные знания. Кроме всего прочего, наверняка, вы, как студенты, это очень активная, да, как бы, такая прослойка общества. В настоящий момент, особенно с ковидом это усилилось, есть масса дополнительных бесплатных знаний, которые можно получать на различных конференциях, в YouTube-канале, как бы, да, где угодно, на различных дополнительных курсах, занятиях и так далее. Тоже обязательно вспомните все, чем вы занимались, потому что даже когда-либо, там, не знаю, там, законченные курсы, там, по PowerPoint-у, по оформлению презентации, по Photoshop-у, по письму, по чему угодно, могут очень нестандартно вписаться в вашу жизнь, да, и в вашу профессию, в вашу карьеру. Это тоже ваш, как бы, капитал, да, социальный, интеллектуальный, whatever. Выпишите ваши конкретные знания, точнее, это были знания, да, теперь переходим к навыкам, к умениям, то есть, что я конкретно умею делать. Это тоже, как бы, такая очень интересная техника, потому что, на самом деле, как бы, знаете, вот, когда у меня приходит иногда очень много студентов, кстати, на консультации, говорят, что, ну, вот, очень нужны деньги, да, очень нужны деньги, как бы, готов делать все, не понимая, что делать. Я говорю, ну, напиши, что ты умеешь, да, вот, если ты умеешь писать, ты уже можешь быть копирайтером в каком-то проекте, да, если у тебя есть машина, ты умеешь ходить, как бы, пожалуйста, есть болт, убер, уклон, все что угодно. И мы тоже не всегда, как бы, вот эти вот навыки и умения, которые у нас есть в жизни, мы не всегда правильно имплементируем в свою жизнь. Точнее, мы не всегда умеем их правильно в нашу жизнь, как бы, да, применять. Вспомните, напишите все, что вы умеете, да, может быть, вы умеете, может быть, вы прекрасно общаетесь с детьми, вы можете претендовать, как бы, да, на детских воспитателей, да, там, как бы, или гувернантов и гувернеров, как-то все очень модно. Ну, в общем, как бы, студенческих профессий достаточно очень много, и вот эти вот навыки и умения, которые мы, может быть, даже где-то не замечаем, на самом деле очень, очень даже могут превратиться и помочь нам в нашей карьере. Например, да, я когда-то в детстве, в студенчестве, простите, в студенчестве, это было просто очень давно, когда-то в студенчестве работала журналистом. Меня приписал мой знакомый в региональную газету, он сказал, что, ну, вот я так смотрю, ты неплохо пишешь там какие-то там заметочки, да, вот они, хочешь ли ты, как бы, поработать журналистом на гонорарной основе. Я пришла, как бы, на какие-то абсолютно простые условия, а затем я встала уже, да, доросла, как бы, в рамках этого паблиш-хауса до ведущего рубрики студенческой, молодежной рубрики, вот, ну, и потом нам много лет забросила эту деятельность, да, очень много, я проработала несколько лет, потом я переехала в Германию, где я училась, как бы, в университете, у меня началась какая-то совсем другая жизнь, вот, ну, и через много лет, когда я вернулась в Украину, и еще через много лет, когда в Украине я уже начала делать свои проекты, вот этот вот навык журналистской деятельности, этот навык хорошего письма, да, он мне очень пригодился, ну, во-первых, в своих проектах, потому что наши проекты очень сильно двигаются за счет контентного маркетинга, во-вторых, как бы, меня начали приглашать в различные издания, сначала я писала, как бы, о путешествиях, потому что это одно из моих, да, увлечений, вот, потом я начала писать на бизнес-тематике, когда у меня уже был какой-то социальный опыт, и так далее, и так далее, да, в какой-то момент это стало моей второй профессией, я начала получать за это дополнительные деньги, в настоящий момент у меня есть свой паблиш-хаус, да, у меня есть, как бы, свое издательство, и я уже там больше выступала как редактор, скажем так, вот, но тем не менее, вот этот вот навык полученного студенчества, когда-то забытый даже мной, да, он со временем пригодился в жизни, поэтому, ребят, никогда ни о чем не забывайте, всегда старайтесь, чтобы все эти наработки, все эти умения и знания, они всегда работали на вас, это сложно, но это нужно сделать, да, это не нужно, вопреть свой опыт, его не нужно нивелировать, его нужно накапливать, 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 да, это тоже написано, что у вас есть в чем-то экспертиза, наверняка, вот, может быть, в каком-то узком деле, в узконаправленном, это тоже может стать основой вашей первичной карьеры, да, может быть, у вас есть уже какие-то правильные кейсы, может быть, у вас уже есть какой-то положительный опыт, то есть обязательно это собирайте, складывайте в свою жизненную корзинку, потому что это вам, опять-таки, непременно поможет, и когда-нибудь, как я уже сказала, может стать основой вашей карьеры, не когда-нибудь, а, в принципе, прямо сейчас. Вот, это тот путь, по которому мы шли, напоминаю, когда мы исходили из, как бы, поинта, да, позиции я, что я хочу, что я умею, что я могу. Вспоминаю нашу вторую позицию, это, я не знаю, что я хочу, может быть, я там не сильно много умею, но я готов следовать трендам, я готов следовать каким-то современным тенденциям. Я готов к активной деятельности социальной, да, вот, мне нужно только понять, где мне приложить свои усилия, свою, как бы, энергию, да, положительную, вот. И поэтому, как бы, если вы хотите идти этим путем, мы начинаем очень тщательно следить за трендом. Не хочу пересказывать банальные тренды в настоящее время для меня как-то IT, там, да, или там что-нибудь, диджитом, или а-ля, там, как бы, агро, да, как бы, это все понятно для Украины. Я думаю, что это не стоит повторять 115 раз. Вот. Я, знаете, хотела бы вам наоборот предложить такую тему, посмотреть вообще на тренды социальные более широко. Вы, как бы, ребята молодые, перед вами впереди вся жизнь, и тренды эти должны быть не в проекте, там, трех-пяти лет. Может быть, там, в проекте десяти, пятнадцати, двадцати, тридцати лет, да. Вот. Это тоже очень важно для выбора карьеры. Вот. Поэтому, может быть, я немножко вас удивлю, но из топ-десяти, как бы, да, основных, так сказать, специальностей, которые, считается, будут востребованы в ближайшем десятилетии мы видим очень необычные, ну, хотя, почему необычные, в принципе, наверное, в какой-то степени объяснимые как раз профессия, как онлайн-терапевт. У нас всех, да, наши врачи, как бы, лечили от ковида по вайберу. Ну, не всех, но многих меня вот по вайберу лечили. Вот. И, ну, в принципе, это уже является в какой-то степени онлайн-терапией, да, этот тренд будет развиваться. В настоящий момент разрабатывается очень много фиджитал, да, так называемых приборов и гаджетов, вот, которые помогают делать дистанционно диагностику, вот, и вот с перимедицины, скорее всего, будет передвигаться, да, в онлайн-терапию, как бы все тенденции. Это очень интересно. Генетика, безусловно, будет развиваться. Мы будем, как бы мы этого не хотели и протестовали, мы все равно будем есть гемоочные продукты. Мы их и так уже едим, просто мы об этом не знаем, да, и в этом нет никакой трагедии, нет ничего плохого. Это всего лишь геномодифицированные, да, искусственно выведенные культуры, вот, которые не содержат, да, того страха и ужаса, о котором нам все говорят, а просто являются, наверное, единственным способом выживания человечества в новом тысячелетии. Не буду рассказывать про все, как бы, профессии, вы сами их почитаете и, в принципе, как бы, к чему можно прийти, да, к тому, что, в общем-то, в каждой сфере, да, в каждой сфере, которая существует на сегодняшний день, есть какие-то интересные тренды. И вы можете взять, как бы, свою специализацию, в которой вы учите сейчас и подумать, если мы обратимся к футурологу, который нам спроектирует будущее или выступим сами для себя футурологами, спроектировав свое будущее, да, куда, как бы, двинется та или иная профессия, да, медицина, сферу, как бы, онлайн-диагностики, да, экология, безусловно, куда-то двинется, она уже двигается, потому что мы видим, как бы, да, загрязненный океан, как выкладку атмосферу, язоновые дыры, изменения, как бы, климата и так далее, да, ну, эти технологии в любом случае развиваются, они уходят в сферу, там, искусственного интеллекта, вот, ну и дальше, да, во всех областях происходят какие-то трансформации. Во сельском хозяйстве идет точное земледелие. В транспорте, как бы, мы уже переходим на летающие виды такси, да, вот, например, в Эмиратах, моих любимых, где я живу, обещали уже к концу этого года первое тестирование такси-беспилотников, да, как бы, которые самоуправляемые на дорогах. Энергетика и ресурсы двигаются тоже в экотехнологии. В строительстве мы переходим к умным домам. Очень важно, как бы, понимать, как старые конструкции, которые существуют до сих пор, должны быть перестроены с точки зрения эргономики, экологии и так далее, да. В легкой промышленности, как бы, есть тенденция того, что мы пересматриваем и изобретаем новые ткани, делаем 3D инженерию, 3D, как бы, туфли, да, как бы, уже носят в каких-то странах, которые ты с утра одел, вечером выпросил, как бы, они там, да, из каких-то перерабатывающих материалов и так далее. Или, опять-таки, тот же ресайкл, который сейчас очень моден. В социальной сфере мы начинаем следить очень сильно за эмоциональным здоровьем людей, поскольку, как бы, оно ухудшается и все тенденции, которые появляются в мире, тоже его потихонечку расшатывают. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, да, как бы, то есть в образовании мы тоже там идем, как бы, в онлайн подключаем искусственные интеллекты. В любой, как бы, сфере, которая существует на сегодняшний день, я вам предлагаю простроить тренд, да, или прочитать, как бы, если вы знаете вашу специализацию, если вы знаете вашу профессию, поинтересуйтесь непременно, как бы, да, какие тренды существуют в рамках этих профессий. Может быть, это вам не читают в университетах, но есть по этому поводу, опять-таки, куча литературы и куча курсов и всего остального. И для выбора вашей карьеры очень важно понимать, еще повторяю, не смотрите в трех-пятилетний промежуток, это очень примитивно, да, мы понимаем, да, IT, да, digital, да, агро, ну, окей, как бы, это не все, чем ограничивается мир и не все, что возможно, как бы, да, в рамках вашей реализации. Посмотрите чуть-чуть дальше, и это, как бы, будет правильно, и, может быть, это вам тоже подскажет какие-то интересные пути вашего карьерного развития. Ну, и что нужно очень, как бы, понимать для себя, что очень важно знать, это то, что какую бы вы карьеру не выбрали в рамках профессий, да, в рамках хард-скиллов, все равно все человечество развивается таким образом, и мы это видим в последних два десятилетия, что на первое место у нас выходят скиллы как раз софтвы, да, то есть это для настоящего времени уже актуально, возможность, умение, навык работать с большими аналитическими базами, да, с большими массивами информации, различать в этих массивах информации фейки, вычленять из этих больших массивов информации то, что нужно и важно именно вам. Поскольку эта информация становится больше, этот тренд как бы пока ничем не заменим, он как бы будет усиливаться, поэтому аналитическое мышление крайне важно для современного человека, особенно в начале своей карьеры, в начале своего пути. Вот, плюс придя на любую, выбирая любую карьеру, придя на любую работу, да вам все равно как бы на вас обрушат вот эти вот объемы информации, которые нужно будет переваривать. Управление вниманием, соответственно, и концентрация, да, как бы это, ну, вообще внимание на три экрана, это бич нашего времени, как бы мы все достаточно рассеянные, с одной стороны это дает нам некую многозадачность, с другой стороны это нам уменьшает концентрацию. Вот, так вот те люди, которые все же умеют управлять своим вниманием, умеют управлять своим интеллектом, да, умеют управлять своей концентрацией, они будут наконец, то есть они будут впереди, то есть им будут показаны управленческие карьеры как бы, да, пускай даже в проектных каких-то в компаниях, неважно, в проектах, в каких-то организациях, так или иначе. Поэтому не забываем о таком... То есть первый и второй пункт, они относятся к некоторой аббревиатуре, которая называется IQ, или интеллектуальный градиент. Вторые два навыка, которые важны для карьеры, будут относиться к IQ, к градиенту эмоционально. Это вообще эмоциональная грамотность, умение импотировать, умение работать в команде, что для новых поколений является крайне дефицитным и крайне сложной наработкой. Я много работаю с новым поколением, у меня команда состоит из новых поколений, у меня ассистентки 21 год, мои, и я очень много работаю с новыми поколениями, хорошо знаю эту тему с внутри, снаружи и так далее. Поэтому, друзья мои, занимайтесь эмоциональным менеджментом, читайте по этому поводу, опять-таки, есть масса курсов по этому поводу, даже в нашей школе бизнесовой мы читаем очень много по эмоциональному менеджменту. И я считаю, что это действительно до сих пор самоостребованным софт-скиллом. То есть, если вы эмоционально грамотный, вы умеете уже экологично коммуницировать, вы уже умеете работать в команде, вы уже умеете решать конфликтные ситуации, ну, хотя бы на каком-то начальном уровне. Вот, поэтому эмоциональный менеджмент до сих пор, особенно для новых поколений, является крайне востребованным навыком. Диджитал-мышление, ну, такое, скажем так, мышление нового времени, когда мы все в какой-то степени, да, ноу-мет, диджитал, когда мы все в какой-то степени можем или являемся уже на сегодняшний день, да, диджитал-кочевниками, которые могут жить без привязки к определенному месту жительства. Вот, и это мышление, оно, конечно, специфичное. Очень многие компании жалуются мне о том, что, Ульяна, мы не можем воспользоваться наших сотрудников онлайн, ремонт, нам нужно их контролировать и так далее. Это, конечно, мышление, которое доковидное, которое с какой-то прошлой эрой уже давным-должно умереть, давным-давно должно умереть. Вот, и должно прийти такое новое мышление, да, как бы мышление нового времени о том, что, в принципе, человек не должен быть привязан к какому-то определенному месту, и это очень круто, когда он может познавать мир, вот как раз у нас есть такой термин, как кросс-культурность, познавать другие культуры, выбирать комфортный для себя образ жизни, комфортные пространства для жизни, да, вот. И это мышление, да, такое диджитальное, свободное в себе, конечно, нужно поддерживать и развивать. Ну, поговорим про кросс-культурность, в общем-то, уже затронул этот вопрос, без такого понятия, как культурный кочев тоже не может жить в настоящее время. Конечно, границы этнические постепенно стирает глобализация. Мы приезжаем в любую индийскую деревню и видим там Макдональдс, и понимаем, что мы пойдем и плюс-минус закажемся в свое как бы привычное меню, вот, но, так или иначе, все же некая кросс-культурность, по крайней мере, у двух новых поколений, поколения Y и поколения Z, она будет оставаться. Вот, и это очень круто, да, вижу вопросы, сейчас я на них отвечу, это очень круто, и вот эту кросс-культурность нужно в себе развивать путешествиями, чтениями правильной литературы, наблюдениями, как бы, да, работая в интернациональных командах, опять-таки, наблюдениями, анализом и так далее. Очень важна способность к самообучению, поскольку, ну, хорошо это или плохо, но то образование, которое мы получаем, как базовое, но это прекрасно, что мы его получаем, оно должно быть. Любой университет учит нас некой дисциплины, некой логики, некой систематизации знаний, но далеко не факт, что мы дальше пойдем по этой специальности, поэтому вот эта вот способность к обучению, постоянному, в течение всей жизни, нужно, безусловно, в себе постоянно поддерживать. Вот, и это тоже является такой базовый софт-скил, который, да, в какой-то степени, например, там не был присущ, там, двум поколениям назад, да, и там наши бабушки до сих пор не могут освоить там новый, как бы, телефон, который им подарили внуки, как бы, или разобраться с YouTube, или с чем-то еще, и это печально, это мешает им, да, быть digital nomad, но мы тоже, как бы, да, люди новых поколений, ну, я про вас, я-то не совсем новых поколений, но, тем не менее, да, все же считаю, что у меня тоже такая способность имеется, она, безусловно, в жизни всеми помогает. Вот, ну и последний вопрос. Так, 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 про гигиену жизни, господи, боже мой. Да, гигиену жизни, друзья мои, тоже очень важно, чтобы вы понимали о том, что вот эти все массивы информации, все, что на вас сваливается, как бы, да, и в частности, какие-то конфликтные эмоциональные ситуации, то есть это тоже такой софт-скил, с которым вам нужно научиться работать. Друзья, ну, тогда навыки четырех уровней, его уже почитайте сами. В принципе, как бы, это все, что я хотела сказать. Я сейчас отвечу, с позволения Кристины, на вопрос, который прозвучал. И, как бы, если у вас еще есть остальные вопросы, если вы, может быть, хотите даже податься к нам на вакансию в наши проекты, пожалуйста, вот все наши координаты. Мой Facebook, два моих Инстаграма, боже мой, что я только не веду, наш ProfiSpace Telegram канал, наш Facebook и наш Инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь на любой из этих ресурсов. И я буду, ага, буду тогда рада с вами посотрудничать дальше. Спасибо всем за внимание, Кристина, спасибо за приглашение. Как бы, я прошу прощения за некое опоздание в тайминге, но я позже начала. Так, дякую, Леонид, за залучение до нашего ивента. Было приятно почути про вас. Да, спасибо большое и до новых встреч. До свидания.